Привет тебе! Привет! Игровая осень, время активного геймерства. Так что сильно от поиска Шона мы тебя не отвлечем. Да и новостей на этой неделе совсем чуть-чуть. Были названы номинанты за Game Awards 2015, главной игровой раздачи слонов титулованным играм и студиям их выпускающих. Ведьмаки, фэллауты всякие, блатборны, претенденты на титул игры года вполне себе ожидаемые. Ну и помимо этой категории номинации в избытке. Как бы то ни было, все разрешится уже 3 декабря. Стали известны детали сезонного пропуска Rainbow Six Siege. Эксклюзивный допуск во сне оперативникам, бонус на очки славы и 600 кредитов Rainbow. В общем, надо срочно брать. Хотя можно и обойтись. С 25 по 29 ноября пройдет открытый бета-тест, которого вполне хватит, чтобы понять, нужна тебе эта игра или нет. А там и с сезонным пропуском успеешь разжиться. Ведь выходит проект лишь 1 декабря. Зато Deus Ex Mankind Divided не выйдет ни 1 декабря, ни даже 23 февраля, когда и собиралась. Релиз проекта уезжает от нас аж на полгода вперед, на 23 августа. К слову, именно в этот день состоялся релиз прошлой части. Square Enix можно понять. Ребята намерены выдать тебе супер-пупер проект по всем статьям, уделывающей прошлую часть. Остается только дождаться. Зато Assassin's Creed Syndicate на ПК ждать уже не надо. Чита Близнецов уже десантировалась во владение воинов мышки и клавиатуры. А взор поделки от нас имеется. Вот только сделан он был на основе версии для PS4, что далеко не тождественно впечатлением от игры на ПК. Главное, что поделка уже на прилавках. Разбирай! То же самое можно сказать и про Wild Run. Дополнение для аркадной гонки The Crew. Пакет будет включать в себя 4 новых вида транспорта и пожалует как на ПК, так и на обе консоли. Кроме того, The Crew будет отполировано бесплатным обновлением, улучшающим картинку и погодные условия. Ну как здесь устоишь? Эрон-дон-дон! К слову, об обеих консолях. Они спешат приютить к себе хоррор The Park, достаточно посредственно выступивший на ПК. Сообщаем тебе об этом сугубо в образовательных целях. Мало ли по ужасам случилось соскучиться. Sony определилась с датой визита Beyond Two Souls и Heavy Rain The Origami Killer на PS4. Первая поделка пожалует уже 24 ноября. Вторая — 1 марта. Обе игры будут улучшены славным разрешением в 1080p, а Two Souls так и вовсе предложат прохождение в хронологическом порядке. Очередная история о Telltale Games объявляется завершенной. Состоялся выход шестого эпизода Game of Thrones. Еще одна многострадальная история осталась позади. Ледяной дракон, так называется последняя серия, удостоилась неплохих оценок. Так что лишним к знакомству точно не будет. Продолжается и другая сага. Третий эпизод Minecraft Story Mode выходит уже 24 ноября. Так что обращаем твое внимание, во вторник серия появится. А тем временем Deadalic объявили о своем нынешнем занятии. Немецкие ребята работают на игроадаптации The Pillars of Earth литературным произведением, что до этого удостаивалось чести быть вековеченным в виде сериала. Ну а теперь торги. На прошлой неделе мы объявили о розыгрыше сразу двух ключей в Unhilsing Final Cut. Шикарной игре не повезло потратить миллионы долларов на маркетинговую кампанию. Посему из ставок было сделано немногим больше двух сотен. Что есть, то есть. Давай выявлять победителя. Вращаем барабан и видим. Ставка номер 73. Победителем стал Омега, сделавший 7 ставок. Поздравляем! Внести флюгегихайм. То есть внести следующий лот. И есть внести следующий лот. Им становится Jazzcoast 3. Делай ставки. Будь с нами, будь в курсе. Пока! Кстати, 14 лет назад, 19 ноября 2001 года, состоялся выход Return to Castle Wolfenstein. Так что мы объявляем Международный день Убер-солдата и радуемся, что тебе есть, что отметить на выходных. Давай!